Добрый день! В эфире программа «Восток-Запад» и я ее ведущая Елена Миненкова. Зачем я за вас вообще голосовала? Теперь мне откровенно стыдно. Я вас выбрала, но, оглядываясь на прошедшие дни, теперь сожалею о своем выборе. Вы бы хоть предупреждали перед тем, как что-то менять. Или вот еще. Вы социопат, обманщик, эгоист, государственный изменник и неамериканец. Ну, а вот это вообще отличное. После того, как я осознала, что проголосовала за Трампа и что натворила таким образом, я бросила пить. Это был мой худший поступок в пьяном состоянии за всю жизнь. В Твиттере на этой неделе появился специальный аккаунт, где люди, прежде всего голосовавшие за Трампа, пытаются донести до нового американского президента, что не согласны с его решениями. Указ Трампа не пускать в США граждан семи мусульманских стран вызвал возмущение у многих за пределами Америки. По всему миру не прекращаются акции протеста. Одна из таких состоялась сегодня и у американского посольства в Берлине. «Нет стене» символично скандировала собравшаяся толпа на Паризерплац. В Германии, где проживает много эмигрантов из мусульманских стран, наверное, особенно не безразлична судьба тех, кого коснулся новый закон. Мой коллега Александр пообщался с людьми, которые приехали в Германию в разные годы как беженцы, но смогли достичь здесь успеха. «Я сделаю фото с вами». «Конечно. Или идемте лучше сфотографируемся вместе». «Да, сейчас». Художник Кани Алави с удовольствием фотографируется с туристами, которые рассматривают его картину. Рисунок это произошло в ноябре. Первое произведение, которое появилось здесь, на бывшей берлинской стене, через несколько дней после того, как граница была открыта. «В ноябре 90-го года я жил в четырех метрах от стены, рядом с чекпоинтом Чарли. Там я видел эту толпу людей, которые прорывались сквозь упавшую стену, и нарисовал эту картину здесь». Он работал несколько недель, нужно было нарисовать сотни лиц. Счастливых, но не безмятежных. Никто не знал, что их ждет там, на западе. Работая над картиной, Кани Алави помогал другим художникам расписывать соседние участки стены. Находил для коллег кисти, краски и лестницы. Решал организационные вопросы, договаривался с властями. Так появилась и Сайт Гэллери, самая длинная в мире художественная галерея под открытым небом. Этому проекту родившийся в Иране художник посвятил всю свою жизнь. Но сейчас у него появилась идея для новой работы. «Я бы с удовольствием поехал в Штаты. Я бы там в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, в саду, нарисовал большую картину с очень ясным мотивом. Два человека обнимают друг друга сквозь стену. Это такой диалог между Востоком и Западом. Столько лет спустя, после падения Берлинской стены, эта тема снова становится актуальной». Но пока художник не может принять приглашение из Америки. Он живет в Германии уже 37 лет, у него есть немецкий паспорт. Но есть и иранский. Из-за особенностей законодательства выйти из гражданства этой страны практически невозможно. Теперь же по распоряжению Дональда Трампа все граждане Ирана, Ирака, Сирии и нескольких других стран не могут поехать в США. «Один мой приятель из Сирии открыл вместе с родителями традиционный сирийский ресторан. Они проводят там еще различные мероприятия. Это целый культурный центр с рестораном. Есть еще куча людей, которые реализуют весьма креативные идеи». Лубна Рашид сама родилась в Ираке. Но ей, можно сказать, повезло. Она оказалась в США еще в 2010 году в качестве беженки. И с тех пор успела обзавестись американским паспортом. Так что она может вернуться домой в Штаты в любой момент. Но пока работает в Берлине. Пишет докторскую диссертацию на тему «Бизнес-проекты, организованные беженцами и их вклад в экономику европейских стран». «Это факультет бизнеса в Школе экономики и менеджмента Технического университета. И у нас сразу несколько человек занимаются исследованием иммиграционных процессов, бизнесом и взаимоотношениями новоприбывших и экономики европейских стран». Музыкант Набил Арба Айен как раз из новоприбывших. Пока он ютится в крошечной квартирке, но в модном среди художников и музыкантов в берлинском районе Нойкёльн. И уже строит большие планы на будущее. На родине, в Сирии, у него была своя небольшая продюсерская компания. И он собирается остаться в этой сфере и в Берлине. «Конечно, были и другие страны, где помощь для беженцев даже больше, чем в Германии. Но я читал, что там трудно стать частью общества и найти там работу. А здесь, в Германии, возможно, всё. И именно поэтому я решил приехать сюда». Он уже даёт концерты в берлинских клубах, но мировая слава не в его планах. Пока важнее просто найти стабильную работу. Но пример художника из Ирана Кани Алави вполне показателен. Беженец в Германии может создавать такие шедевры, как East Side Gallery и стать всемирно известным художником, на чьи работы будут приходить посмотреть по 3 миллиона туристов в год. Александр Майский, Кирилл Бутырин, Александр Гуркова, РТВД, Берлин. Пятизвёздочные беженцы под брезентовой крышей. Так называется пост, который на этой неделе опубликовал на своей странице в Фейсбуке берлинский блогер Борис Фель. Ему тоже есть что сказать на тему мигрантов. Добрый день, Борис. Лена, привет. Сегодня мы поговорим о таком зимнем золотом дожде. Золотой дождь, который пролился на беженцев. Да-да, на тех самых беженцев, которые стали притчей в языцах. Буквально в первые недели года появилась довольно сенсационная цифра. Сколько Германия в прошлом году потратила на беженцев. Выяснилось почти 22 миллиарда евро. Гигантские деньги. И не зря говорят, что действительно это похоже на золотой дождь. Но вопрос в другом. На кого он пролился? Вот на этих сирых и убогих, на тех, кого мы действительно дали приют? Или не только на них? Или вовсе не на них? Вслед за этими цифрами мои коллеги раздобыли не секретные, но довольно интересные документы. Это договора тех компаний, которые последних полтора-два года занимались обиходом беженцев. Ведь беженцы где-то должны были жить. Их надо было кормить, их надо было охранять, им надо было помогать и так далее. Все это, конечно, стоит денег. И вот одна из таких компаний, одна из крупнейших таких компаний, называется European Home Care ГМБХ из города Эссена, попала под свет прессы. Мы можем сегодня увидеть, за какие средства, собственно говоря, и были оказаны эти услуги сотням тысяч беженцев. Вот, например, такая интересная цифра. Кровать, шкаф, тумбочка, комплект постельного белья для одного беженца, всего лишь для одного, я сейчас посмотрю на эту цифру, обходился городу Эссену в 595 евро. Не скажешь, чтобы уж очень дорого, но ведь точно не дешево, если иметь в виду, что кровать была двухъяростной, шкаф тоже на двоих, и, конечно же, он был отнюдь не красного дерева. Я заинтересовался и провел свое небольшое журналистское расследование. Сначала я позвонил знакомым в Польшу. Как выяснилось, Польша – главный поставщик мебели для беженцев. Выяснилось, что они продавали эти или похожие комплекты за 200 евро. Но, как оказалось, и эта цифра далеко не конечная. У поляков были мощные конкуренты. Конкуренты из Самары. И вот они продавали сюда, в Германию, комплекты мебели для беженцев по цене почти 130 евро. То есть, значительно дешевле. А в то же время, вот мы видим, компания European Home Care ГМБХ продавала, как бы, и городу за 595 евро. Наверное, если покопаться, то мы заметим много такого, скажем так, бизнеса, который был сделан вокруг беженцев. Что это? Коррупция? Нет, я не думаю, что это коррупция. Скорее всего, это просто торопливость. Скорее всего, это ситуация, к которой никто не был готов. Но, все же, этот пример, конечно, требует общественного внимания. Ведь газета Bild посчитала, что в некоторых случаях, в некоторых случаях, беженцы в северном районе Фестфалии обходились городу и земле почти в 9500 в месяц. Это содержание, стоимость хорошего турецкого пятизвездочного отеля All Inclusive. И не только турецкого. И в Германии, наверное, можно найти прекрасный сервис за 300 с чем-то евро в день. Тем более, например, что мы знаем, что, например, в тех же Синьоренхаймах стоимость одного дня колеблется между 80 и 120 евро. Беженцев же мы, оказывается, на беженцев же мы тратили какие-то пятизвездочные цифры. Словом, после этого золотого дождя остались огромные лужи, в которые общество заглядывает с недоумением. На следующий год, кстати, запланировано по этой же тематике потратить тоже весьма значительную сумму – почти 21 миллиард евро. Хорошо бы их потратить немножко разумнее, не так ли? На этих выходных Берлин, впрочем, как и всегда, готов предложить своим жителям и гостям насыщенную культурную программу. Выставку редких монет, фестиваль музыки в стиле кантри и графики и еще пару десятков концертов и выставок. Вход стоит примерно от 4 до 100 евро. Мы же, внимание, готовы рассказать о мероприятиях, которые можно посетить абсолютно бесплатно и при этом получить массу удовольствия. Наши прогулки по бесплатному Берлину продолжаются. Мы уже рассказывали о том, как в столице можно раздобыть совершенно безвозмездный велосипед, взять на прокат дрель или отремонтировать свой ноутбук. На этот же раз речь пойдет о том, куда можно сходить, чтобы отдохнуть душой и узнать для себя много нового и интересного. Итак, нашу охоту на бесплатное удовольствие мы начинаем в центре Берлина, у самого узнаваемого символа Германии, которому довелось стать свидетелем главных событий в стране. В конце 19 века сквозь Бранденбургские ворота дружными колоннами прошагали воины-победители франко-прусского сражения. В начале 20-го здесь маршировали уже контрреволюционеры, провозглашая закат Германской империи и начало Германской республики. В 1933-м эсэсовцы с факелами встречали здесь приход к власти Гитлера. Ну и в 1945-м на площади возле Бранденбургских ворот развернулись финальные бои советских войск с фашистами. Во время нашей Берлинской стены Бранденбургские ворота были сначала символом разделения страны, а затем стали символом ее объединения. Об этом и многом другом вам обязательно расскажут в ходе бесплатных экскурсий по Берлину. Они стартуют у Бранденбургских ворот четыре раза в день и проходят по самым знаковым местам города. Мимо памятника жертвам Холокоста, который состоит из 2700 каменных плит и того места, где располагался секретный бункер Гитлера, вдоль остатков Берлинской стены, разделившей не только город, но и тысячи семей. Прогулки проводятся при любой погоде. Предварительная регистрация не требуется, за исключением групп от 10 человек. Наши гиды работают за чаевые. Во время экскурсии они выкладываются полностью, даже на 120%. Стараются сделать каждую прогулку незабываемой. А уже после ее участники решают, стоит ли оставлять гиду деньги и какую именно сумму. Каждая прогулка длится около двух с половиной часов. А если этого времени для знакомства с немецкой историей оказалось недостаточно, можно продолжить его в музее ГДР. В любой день, кроме понедельника, здесь ждут тех, кто хочет посмотреть, как жилось восточным немцам в условиях идеологической доктрины и жесткого дефицита. Вот красные знамена и фабричные журналы с отметками о перевыполнении планов. Вот знаменитый трабант, получить который можно было либо по очень большому блату, либо отстояв очередь длиною в 10 лет. А в этой комнате – мечта любого советского семьянина. ГДРовская стенка. Музей будни в ГДР был открыт в 2013 году, чтобы осветить этот период в истории Германии, потому что многие знакомы с ним только лишь по рассказам и книгам. Гиза Лохенинг не из их числа. Она родилась и жила в ГДР вплоть до объединения Германии. Ностальгии по тем временам не испытывает. Говорит, не просто это было – жить по указке. Но, с другой стороны, по ее мнению, люди тогда были добрее. Да и помидоры из социалистической Болгарии были вкуснее тех, что сегодня везут из Голландии. А двух сортов молока хватало для продовольственного счастья. Я считаю, о дефиците в ГДР можно говорить только в контексте свободы. Что касается товаров, то я не испытывала никакого дефицита. Мне совершенно не требовалось 20 сортов йогурта, как сегодня, когда ты стоишь перед прилавком и не знаешь, что тебе выбрать. Немного отдохнуть от истории и окунуться в мир искусства экономным исследователям немецкой столицы предлагает Берлинская филармония. Каждый вторник в 13 часов тут проходят бесплатные ланч-концерты. Как следует из названия, перекусить под звуки скрипки или рояля в храме музыки можно. Но публика приходит сюда не за этим, а за тем, чтобы послушать первоклассных исполнителей. Они выступают на импровизированной сцене прямо в фойе. Обстановка самая, что ни на есть демократичная. Можно сидеть на ступеньках или даже дремать, устроившись на полу. Следует учесть, что количество пропускных талонов ровно 1500. Кто успел, тот прошел. Поэтому днем по вторникам у филармонии всегда ажиотаж. Фантастика! Это замечательная инициатива, особенно если учесть, что вход на концерт бесплатный. Это отличное предложение как для гостей столицы, так и для коренных берлинцев, как я. Прекрасно, что есть возможность отвлечься от повседневности. Ну и напоследок еще одна экскурсия. На этот раз за кулисой главного немецкого телеканала. 80 журналистов, которые работают в этом здании, ежедневно сообщают самые свежие новости из мира большой политики. Информативно, серьезно, актуально. Вот девиз телеканала АРД. Его студии оснащены по последнему слову техники. Все для того, чтобы зрители увидели качественный продукт. Это святая святых любого телеканала. Студия, где записываются программы. Пользуясь случаем, хочу передать привет своему дорогому коллеге, Морицу Гартману. И Грюс, и Дейхморец. Ты знаешь, о чем я подумала? Мне кажется, мы бы с тобой очень даже неплохо смотрелись в этой студии. Вот, пожалуй, сейчас закончится наша персональная экскурсия, и я переговорю с руководством телеканала АРД. Может быть, удастся махнуться студиями на пару недель. Почувствовать себя телезвездой может каждый участник экскурсии. А также узнать, как зеленый материал в кадре превращается в красивый пейзаж, зачем одно изображение транслируется на несколько мониторов сразу, и другие фирменные рецепты теле- и радиокухни. Экскурсии по зданию проходят трижды в день. После посещения многие говорят, теперь, зная все детали, я буду слушать радио другими ушами и смотреть телевизор другими глазами. Пожалуй, единственный минус перечисленных экскурсий в том, что в большинстве они проводятся на немецком и английском. Однако это не проблема. В многонациональном Берлине есть десятки энтузиастов, готовых обучить вас языку совершенно бесплатно. Но об этом уже в другой раз. Кстати, когда моя мама была в музее истории ГДР, ее, в отличие от героини моего сюжета, накрыла ностальгия по советскому времени. В следующий раз, когда она приедет в гости, нужно сводить ее на лач-концерт в филармонию. Хотя для российских пенсионеров, учитывая размер пенсии и свежие новости о девальвации рубля, поездка в Европу, конечно, события. Это во мне бодрые немецкие бабушки и дедушки, которые на свою пенсию колесят по всему миру. Да и вообще ведут активный образ жизни. Мой коллега Сергей встретился с такими. Активными, спортивными и позитивными. Израилю потихе скоро 89. В таком солидном возрасте на голове уже не ходят. Но стоять можно вполне уверенно. Йога – одно из самых любимых занятий Израиля. Бывший детдомовец, переживший блокаду Ленинграда, всю жизнь работал инженером-механиком и преподавателем по тому же профилю. Но интересовался не только машинами. Как-то целых пять лет потратил на то, чтобы написать научную работу по инженерии человеческих отношений. Взаимоценностные качества супругов в идеальных моделях и реальных браках. Исследование так и не было опубликовано. Но его автора это не смущает. Жизнь независимо от возраста, творчество, говорит он. Творчество – это деятельность, создающая еще неизвестное. Это первое. И второе. Это наилучший способ самовыражения. Лучший способ самовыражения для Израиля – портреты и пейзажи. На пейзажах почти всегда Россия и иногда Германия. Это, значит, Шанайхи. Дорога на Москву от Шанайхи. Ну, здесь у меня интересная была ситуация, история. Примерно в 6 часов вечера. И вдруг вот отсюда стоял. Вот отсюда. Я стоял сюда, правильно. Вот отсюда. Два кабана колоссальных. Вот таким вот образом. А у меня, значит, на велосипеде и чудник стоит. И я масло, тут руки в масле. Вот, что делают? Они прямо на меня прут. Два колоссальных кабана. Обычно у меня, значит, очень хороший свист был раньше. Я два пальца так засунул. Но у меня пальцы в этом самом, в масле. Что я делал? Мгновенно. Я, значит, вскакиваю. А-а-а! Закричал. Они как фуганули. В этом самом Шанайхе под Берлином, где Израиль потихо напугал кабанов, живет Михаил Мельмайстер. Сейчас он спешит на репетицию своего театра. Ставят Чехова. Михаил не только режиссер, но и исполнитель одной из ролей. Я молодой человек не привык, чтобы со мной разговаривали вот таким вот тоном. Мельмайстер – профессиональный актер. А вот Андрей Гитин в прошлой своей жизни доктор физико-математических наук. Но сегодняшний его жизнетеатр – не вообще жизнетеатр, а вот этот конкретный, маленький, любительский, провинциальный, но самый лучший. Года два назад я играл Кота Матроскина. Для меня весь год практически было то, что я был Котом Матроскиным. В прошлом году Деда Мороза. Опять же, вот эти песни Деда Мороза – это был мюзикл. Для меня это основной этапом жизни. Я, конечно, в то время еще писал статьи, но я надеюсь, что смогу когда-нибудь вернуться в работу. Но театр, безусловно, помогает. И этапы, для меня каждый спектакль – это этап жизни. Несколько раз в год небольшая труппа из Шонайхе дает спектакли в окрестных городках. И пользуется неизменным успехом, особенно когда играет Антона Палыча. У мельмайстера трепетное отношение к классику. Сегодняшний день требует каких-то модернизаций театра или каких-то новшеств, или авангардных каких-то решений, может быть. Изменилась жизнь, изменилась динамика. И поэтому театр тоже на себя взял такую роль, как бы по жизни идти. Но мне нравится классический подход к этому делу. И, может быть, сегодня он, во всяком случае, он честен. Честным отношением к Чехову Михаил подкупил Ирэне. Она преподавала словистику в Гумбольском университете. Теперь на пенсии стала заядлой театралкой. Я думаю, что впечатление, которое производит игра наших актёров, именно в том, особое впечатление, именно в том, что они не самые молодые, что они более возрастные, что у них как-то уже возраст, жизнь уже. Они играют свой жизненный опыт, но, кажется, они молодые. Театр омолаживает, потому что, занимаясь театром, это тот допинг, который, и адреналин, который позволяет нам жить более полнокровно. Теперь, правда, Михаилу и его товарищам придётся искать новую площадку для репетиций. Местные власти забирают это здание в жилой фонд, а взамен ничего не предлагают. Пока ничего не известно, потому что, действительно, сказать, вот вам это, нету таких помещений, где можно было бы. Но Михаил не унывает. Говорит, будем репетировать в библиотеке и играть там, куда позовут. И пока носят ноги. Всё в порядке с юмором и у Израиля потихе, особенно, когда он стоит на голове. Джевехарал, нерв, полчаса стоял. И всё равно умер. И это не чёрный юмор. Это философское отношение к жизни человека, которому скоро 89, но который по-прежнему молод. Многочисленные исследования, проведённые за последние десятилетия в разных странах мира, подтверждают, что отсутствие у человека стремления к творчеству ведёт к потере интереса к жизни и, как следствие, к сокращению её срока. Двигаться надо, говорят учёные, причём не только ногами, но и душой. Ведь жизнь — это движение. Сергей Гапонов, Алексей Протасов, РТВД, Берлин. Это была программа «Восток-Запад». Я прощаюсь с вами до следующей недели. Надеюсь, что к тому времени мой дорогой коллега Морец Гатман к нам обязательно присоединиться и расскажет, где было, что видел. Следите за новостями и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова